Доступ А2500 Высший суд на Истведа, 15-20, пятница, 8 сентября. Ингрид Даль, вы шеф убойного подразделения 1. Делал ли обвиняемый признание в том, что это он убил свою жену Уллу? Да. Были ли у вас другие дела, когда невиновный человек признавался в преступлении? Они у всех были. Значит, признание не является доказательством того, что обвиняемый виновен? Нет, не обязательно. Нужно что-то более реальное? Судебные доказательства? Да. Итак, никаких судебных доказательств не было найдено, чтобы доказать, что обвиняемый совершил преступление. Никаких отпечатков пальцев на чулке, которым удушили Уллу, или же на пластиковом мешке? Она пролежала в болоте 14 дней. Никаких судебных доказательств? Я бы хотел вернуться к этому так называемому признанию. Так называемому, потому что обвиняемый отозвал свое признание. Можно ли представить... Можете представить, что Бьорн Энглунд был в похожей ситуации? Как человек, который чувствует вину, потому что ребенок пострадал, а их не было рядом. Мог бы он сделать признание, чтобы найти покой? Нет, я не могу. Вы не можете такого представить? Нет. Когда Бьорн отозвал свое признание? Три-не. Я не могу разговаривать с прессой. Поговори со мной, не для записи. Когда Кишнер начал его защищать... О! Признание вины не является выгодным. А он виноват? Конечно. На сто процентов. Хорошо. Пока. Грехи бездействия худшие. Увидимся в понедельник, Фишер. Готов к бою? О, да. Все у нас получится. Расслабьтесь на выходные. Его я на свой день рождения не приглашу. Поместье Виленгард. 16.30. Пятница, 8 сентября. Привет. Привет. Как же я устал. В эти выходные не работаешь? Нет. Я купил это сусиль. Ей понравится. Почему бы тебе ей не дать? Нет. Привет. Цесиль. Что такое? Мам сказала, что никакого сегодня праздника. Я сказала, что нам троим нужно провести вместе немного времени. Можем сделать это и в другой раз. Я заберу тебя в 11.30. Я приночую Джули. Я не хочу, чтобы ты ночевала там. Все так делают. Слушай маму. Мне никогда и ничего нельзя делать. Пусть едет на такси домой. С каким-то незнакомцем в ночь? Анне. Нет. Пока он на свободе. Он не на свободе. Я думаю, он уже забыл о нас. Мам! Пап! Сесиль? Пять миллионов или умрете? Пять миллионов. Он вернулся. Пять миллионов. Субтитры подогнал «Симон» Подразделение 1 Одиннадцатая серия Здесь красиво Идёшь, что без? Тебе сообщение Поужинаем вместе, бойсон Твой бейфренд? Нет Иногда обедаем Вы встречаетесь? Нет Точно? Но мне всё равно Ты не попрощаешься? Пока Следи за губой Может мне... Ну, мама Что случилось? Все выходные он катался на Папеде Не могу к нему достучаться Ему не нравится в школе Не в этом дело А в чём тогда? Ни в чём Это неправда, Гру Не вмешивайся Он влюбился? Увидимся в пятницу? Конечно Если смогу Нет Я буду Буду Береги себя Я не отправлю Сесиль в школу Нет Конечно, нет Анне Приготовить на вечер баранину? Да Сделай Увидимся Почему мы не переезжаем в квартиру? Анне Это не поможет Он зашёл прямо сюда Теперь здесь полиция Ничего не случится Мы поймаем его Привези что-то из города Нет Я позвоню Пожелай мне удачи Высший суд Они видели, как Улла входила в свой дом Около полуночи Полночь История о её исчезновении была в прессе Нет свидетелей Но когда их арестовали Они очень удобно вспомнили Что Улла вошла в свой дом в полночь неделю назад Именно поэтому Возможно Но я спрашиваю, были ли они уверены во времени? Были Что вам очень подходит, после чего вы их отпустили? У Киршнера проблема С головой Свидетели даже податски не говорили Теперь это и наша проблема Он жертва вандализма И угроз по телефону и почте Он кому-то наступил на пятки К нему вломились в пятницу Ничего не украли, но На фото было написано требование 5 миллионов Это мог быть какой-то дурачок, гоняющийся за Славой Но местные службы попросили помощь Помощь убойного? Ты же отказался Я сразу начал отказываться Ульф, у нас сейчас 4 нераскрытых убийства Я сказал это им Но Матсен почесал свой живот И пошел через мою голову Киршнер, крупная рыба И мы получили приказ Шеф хочет, чтобы наш офис расположился здесь сегодня же Вы утверждаете, что он затушил свою жену, которая в это время мыла ноги? Я не утверждаю, в этом признался сам Энглун Отозванное признание Это сходится с тем, что мы видели на трубе Она была найдена босиком со следами соли для ванн на ногах Она могла принимать ванну в другом месте Да, но это вряд ли Объясните, пожалуйста Это была редкая травяная соль для ванн, купленная в Германии Я не совсем понимаю, как соль для ванн, хотя это и странно, может свидетельствовать в деле об убийстве Приветик! Приветик! Нашла время прийти? Он меня интересует Да, он довольно милый Я в смысле Киршнер А, понятно Однажды у меня было дело с ним Да, да Привет, Лен Привет! Хорошая была речь О, спасибо Я подожду на улице Я только что бросил курить, так что... Когда ты приехала? Недавно Это хорошо Ты считаешь? И в заключении, это самое тяжелое обвинение, которое могут предъявить Убийство другого человека Женщину, которую обвиняемый любил больше всего на свете И мать их детей Так что я спрашиваю Что у нас тут? Такие размытые судебные доказательства, которые не могут и не должны даже рассматриваться Даже если они исходят от лучшего полицейского подразделения И признание Так называемое признание, сделанное в машине обвиняемого Который был в эмоционально-хаотическом состоянии После неудавшейся попытки самоубийства Так что теперь мы знаем, что признание не заслуживает доверия Привет Привет Я слышала тебя по радио Поздравляю, дорогой Спасибо Что случилось? Как все это гротескно Знаешь, кто нас охраняет? Нет Вниз! Вниз, черт! Помесье Виленгард 14.31, понедельник, 11 сентября Он мог всех нас убить Мы были совсем открыты Он хотел доказать, что может убить нас в любой момент Мы можем перевести вас в безопасный дом Хватит! Ваша грёбанная работа защищать нас! Извините, но... Послушайте Нас в безопасный дом на 6 месяцев, год Наша семья должна функционировать Моя работа Если он нашёл нас здесь, он и там нас найдёт Мы остаёмся Ты согласна, Анна? Да Мы надеялись, что вы так ответите Это покушение на убийство Мы запросили АКС АКС? Специальную силовую группу Мы расставим от 30 до 35 людей вокруг поместья Некоторых вы будете видеть, остальных нет Они будут здесь день и ночь Они тренированы И в таком случае мы надеемся, что он вернётся Если вернётся, больше не уйдёт Зачем вмешивать меня? Мы вместе спали Да Просто подпиши это, и я сразу же получу развод Это было после того, как ушла твоя жена И что? Её парень может списать? Он боится А, это хочешь заставить её ревновать? То есть? Это путешествие в Диснейленд Я обещал мальчикам Ей нужно, чтобы кто-то рассказал обо мне Она знает Я не хочу быть пешкой в чьей-то игре А это не так Я просто хочу, чтобы ты быстрее стала, миссис Ольсен Я должен собираться Мой рейс через три часа Скотт Спасибо Увидимся Извините А ты не должен сделать всё, как полагается На колени Я не могу Тогда я никакой, миссис Ольсен Гэби Я люблю тебя Пожалуйста, выходи за меня Что тебе грызёт? У меня такое чувство, что мне не понравится это дело Никому оно не нравится Нам нужно учиться у американцев Ты должен спросить, чему? Чему? Они используют юристов для научных исследований Вместо крыс А знаешь почему? Ты должен сказать нет Нет Правильно Их больше И они делают такое, чего даже крысы не сделали бы И наконец Видишь ли Это гораздо смешнее Наблюдать, как они бегают по этому колесу Ты почти рассмешил меня Я так и понял Привет, Джонни, привет, Гэби Знаете, мы ведь тоже тут живём Помогите нам Для меня это слишком Для меня тоже У него свело колено Ты был на коленях? Помогите Ну же Плохо выглядит Нет, нет Легче, я в порядке Спокойно Сиди Джонни, что ты делал на своих крошечных коленях? Пустяки Кофе Мне вызвать врача? Нет, я разомну его Я пошёл Ты сможешь ехать? Да Вот моё заявление Пока Да Удачной поездки Удачи всем Спасибо Гэби Он же не делал тебе предложение, правда? А то это уголовное преступление Почему? Это двоежёнство Он ведь женат За это два года дают Окей Понял Хорошо, Ингрид Нам нужно поговорить с ними Бахман Хэнсен Возле поместья Пол Бахман Хэнсен? Да Что-то знакомое Он был подрядчиком Который обанкротился год назад Киршнер вёл дело против него Да, припоминаю Обанкротил его И вышвырнул А почему он ещё там? Вот и узнаю Вот и узнаю А я поехал на место преступления Место преступления 16.40 Понедельник, 11 сентября Он лёг на локоть? Да Первый выстрел Они могли подумать, что я промахнулся Так что я стреляю ещё раз Чтобы показать им, что это был не промах Отсюда я могу снять их всех Но я не делаю этого Потому что Я только хочу напугать их Да Теперь они в панике от того, что я могу убить их И мне это нравится Я ненавижу эту семью Беседа с Полом Бахман-Хансеном 16.54 Понедельник, 11 сентября Да Привет Ага Полицейский? Да Меня зовут Фишер Я из первого подразделения Это суперлика какая-то Кофе будешь? Не откажусь Впечатляющая коллекция Мне нужен только один трофей Голова Хенрика Киршнера на гвоздике Боюсь, только она испортит мой декор Это дом Киршнера? Да И на каких условиях вы здесь? На соглашении джентльменов Он объявил меня банкротом и чувствует, что что-то мне должен И вы живёте здесь бесплатно Великий жест, да? Твоё здоровье Ваше здоровье Это ореховый шнапс Наслаждаетесь пенсией? Я готовлюсь ко второму раунду Где вы были сегодня около пятнадцати тридцати? Здесь Я спал Совершенно один Вы ничего не слышали? Например? Выстрелы, или как уезжала машина Я не сплю по ночам Но днём я сплю, как убитый Вы всё ещё охотитесь? Я ничего не делаю Я стал чудаком Я жалею животных А стрелять в людей нелегально Кто-то стрелял в Киршнера Но идиот промазал Да И мы не находим это таким смешным Это был не я Я бы не промазал Твоё здоровье У вас есть разрешение на эту винтовку? Да Могу я взять её и проверить? Вперёд! Трать своё время Я не стрелял из неё уже полгода Ещё по одной? Да Уважай Привет, Фалькон. Я испугал тебя хоть чуть-чуть. И что у нас? Все на местах? Все до последнего. Привет. В главном здании, в подвале, на чердаке, за домом, в лесу и на всех ближайших дорогах. Внутри и снаружи всё перекрыто. Теперь они могут спать спокойно? Думаю, да. Окей. Тогда до завтра. Да. Увидимся. Пока, Эпи. Ты заказала номер? Да. Я хочу поехать на встречу в Копенгаген. Ты вернёшься через час? Да. Это вопрос. И веселись. Спасибо. Пока. Я заказал столик вилла Галина. О-о-о. Возле Боннболланда. Боннболланд парк? Да. Там должно быть достаточно уютно. Здесь я ничего не могу тебе предложить. Неважно. У тебя было дело с Киршнером? Мужчина, который сознался в изнасиловании и убийстве молодой женщины. Но Киршнер вытянул его. Как? Его объявили невменяемым. Я была экспертным свидетелем. Он не был невменяемым. Суд поверил двум экспертам Киршнера. Зачем писать угрозу на фото дочери? Ему нравится пугать Киршнера и его жену. Думаю, это... Это игра подачи и доминирования. Так что теперь его ещё больше будет стимулировать то, что здесь ваше подразделение. Мило, что мы пробудили энтузиазм. Ты будешь отвечать на мои звонки в следующий раз? Да, обещаю. Хорошо. На иствет. 7.30, вторник, 12 сентября. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Скажи им отозвать полицию. Поняла? Остановись, Ингрид, негодяйка! Ты это с Бойсоном встречалась? Я отменила всё. Почему? Я не знаю. Тобиас. Он не отвечает на мои звонки. Он говорит, что случайно порезал губу, но это ложь. Они там дерутся. Не все. Дерутся. Почему я не завтракаю с Гру и Тобиасом? И не готовлю им ужин? Мы бегаем вокруг нашей важной работы. А Кершнер освобождает преступника. Он милый. Что? Боишь он? Он. Он, он. И? Не знаю. Я бы хотела, чтобы ты потеряла голову и делала то, что нравится. Перестань думать и наслаждайся жизнью. Я скучаю по Сорену. Он хотел видеть тебя счастливой. Привет, Эбби. Окей. Отправь Фишера в больницу. Куда ты? В школу? Нет. Не вам это решать. Да, мне. Что такое, Сесилия? Мне все это надоело. Зайди внутрь. Ненавижу все. Я хочу увидеть вашего мужа. Он внутри. Вы не против, если я сама его найду? Конечно. Доброе утро. Доброе. Какие-то новости? Пия Хансен. Знаете ее? Пия Хансен? Нет. Младший адвокат, 32 года. О, да, та Пия. Конечно, знаю. Она работала на нас 6 месяцев назад. Это единственная связь? Да. Очень талантливая девушка. Если вам нужна моя помощь, вы должны помочь мне. На нее напали час назад. Послание было адресовано вам, чтобы отозвать полицию. Как долго вы, любовники? Анна не знает? Вы должны ей рассказать. Не вмешивайтесь в это. Черт возьми! Хорошо. Я заплачу. Я заплачу ему 5 миллионов. Я против этого. Это мне решать. Полиция может убираться. И все бросить? Не лезьте в мою личную жизнь! Хотела бы. Подумала, что вы захотите чая. Теперь он гоняется за нашим персоналом. Смотри. Он сумасшедший. Она больше не работает на нас. Кто следующий? Моя сестра? Моя мать? Я заплачу эти 5 миллионов. Мы не можем себе столько позволить. Черт, Анна, я все решу сам. Доброе утро. Как она? Не очень. Какая-то связь с Киршнером? Это классическая история, но нам повезло. Она поцарапала его, так что, возможно, у нас есть ДНК. Я займусь этим. Хорошо. Звонок Киршнеру. Киршнер слушает. Вы получили мое сообщение? Кто... кто говорит? В следующий раз я буду бить сильнее. Что я тебе сделал? Пешеходный мост через ручей. Понял? Приезжай на велосипеде туда в 10 вечера с пятью миллионами спортивной сумки. Понял? Я не могу на велосипеде. Я сломал себе ногу. Я упал сегодня с лестницы. Но я приеду. Моя жена меня отвезет. Никакой полиции. Ты понял? Никакой полиции. Он сказал никакой полиции. Да. Это моя ответственность. Особый силовой отдел останется. Или сделки не будет. Он умный. Профессионал. Умный аматор. С велосипедом это было умно. Он сможет выстрелить в них с любой точки здесь. Киршнеру придется идти по мосту и обратно. Он хорош. Но ты лучше. Посмотрим. У меня будут люди здесь и здесь, на деревьях. Машина и вертолет на готове и пятнадцать человек в округе. Мы возьмем его. Не так уж он и хорош. Отследили звонок? Это его специальность. Он использовал краденый мобильный. А телефонная вышка? На эстведе. Он выбрал хорошее место. Я осмелюсь отменить всю передачу. Он снайпер. Он сам может всех снять. Ингрид права. Представьте, если Киршнера и его жену убьют из-за неудачных действий первого подразделения. Я доберусь до него до того, как он выстрелит. Есть и другой вариант. Виллингсков, 21.55, вторник, 12 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Они уже подъезжают. Я не поздравил тебя. Ему сначала нужно развестись. Ждёшь этого с нетерпением? Ага. Тогда поздравляю. Спасибо. А ты когда-нибудь хотел от детей и всего этого? Да, но дети — это работа. Они не вяжутся как-то. Вот ведь мы сидим здесь в бронежилетах. А они крепкие? Смогут остановить пулю из винтовки? Да, из обычной винтовки. Но он может и в голову стрелять. Окей. Они возле моста. Открытие. Продолжение следует... 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 Я рассказал ему о Хансе Хенрике. Больше, чем я хотел бы. К примеру. Привычки. Слабости. Любовницы. И о ней тоже. Но он так и не написал статью. Как его звали? Ларс Мерлов. Забудьте, его не существует. Я уже проверял. Это был он? Убил девочку. Это он. Вы уверены? Точно. Его угрюмое лицо врезалось мне в память. Он может быть нашим клиентом? Да. Возможно. Не то, чтобы я хотел помочь Киршнеру. Но он ведь человек, в конце концов. Ваше здоровье. Шнапс? Ореховый шнапс. Я знал. Мартин Стинсгадер. Ему около 30. Да? Дай мне его адрес. Суперски. Он живет здесь же, в городе. Анна слушает. Привет, Анна. Цена выросла до 10 миллионов. Оставьте нас в покое. И в этот раз без подстав. Или Сесилия закончит, как и Пия. Зачем ты это делаешь? Ты же знаешь, чем он занимался с Пия. Знаешь, Анне? С Пия? Он трахал ее, правда? Вот для чего ему была нужна ваша квартира в городе. Но ты это знала. Что такое? Скажи ей. Расскажи ей, Апия. У тебя есть кто-то еще? Конечно, нет. О! Только юридически говоря. Это не что-то реальное? И как это было? Перестань. Талантливая Апия должна знать. Перестань! Вы разводитесь? Нет, конечно, нет. Уж это мы будем решать вдвоем. Продолжение следует... Это ты несерьезно! Соберись, Фалькон! Сесилия выскользнула. О, нет. Дом подозреваемого. 9.45. Среда, 13 сентября. КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Убил девочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фишер? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чёрт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 обвиняемого в убийстве Алана Фримана, нападение на Пио Хансен и попытки убийства Ханса Хенрика, Анны и Сесилия Киршнер, незаконном хранении оружия и нападении на офицера полиции. Инспектор Ингрид Аль присутствует. Вы не обязаны что-то говорить. Вы нашли тело своей девушки? Вы были свидетелем того, как Фриман делал признание в ее изнасиловании и убийстве, и Кришнер вытащил его? Да. Что вы чувствовали? Я решил убить его. И убили? Да. А потом? Вы знали, что Сара была беременна? Нет. Киршнер умолчал об этом. Почему деньги? Он должен страдать. Почему, Мартин? Чтобы была справедливость. Это большое слово. А что еще мне сказать? Почему общество платит Киршнеру, чтобы он выпускал убийцу Сары? А если бы вы не увидели нас возле моста? Я бы убил его и забрал деньги. Вы признаетесь? Во всем. Завтра я отзову признание и возьму хорошего адвоката, чтобы вытащил меня. Если меня оправдают, я убью его, когда выйду. Ты в порядке? В какой-то степени я понимаю, почему Мартин сошел с ума. Его беременную девушку изнасиловали и убили. Потом убийцу оправдали. С помощью очень хитрого адвоката. Киршнер только делал свою работу, а он это умеет хорошо. Бедный Мартин. Бедный Киршнер, я бы сказала. Над его головой нависла угроза смерти. Привет, Гру. Что это? Не сердись. Он снова дрался? С одним из старших, чей отец работает в Министерстве юстиции. Тот сказал, что ты переспала с Ульфом, чтобы получить такой пост. С Ульфом? Так что Тобиас избил его. Вот уж правильно. Привет, любимый. Моя маленькая малышка. Ай. Нам лучше попросить Фишера, чтобы он научил тебя приемом спецназа. Ты какой-то другой. Мартин Стинсгард позже отозвал свое признание, но его посадили на 14 лет в тюрьму особо строгого режима. Ханс-Хенрик Киршнер развелся спустя 6 месяцев и теперь живет в Англии. На русский язык сериал озвучен Байбако ТВ, специально для etvnet.com. Перевод Вадим Литвиненко. Озвучивали Юлия Катурбаш, Татьяна Абалевич, Олег Самельник и Александр Фурман. Монтаж и сведение звука Vital Digital. Редактор субтитров А.Семкин